Привет, зрители! Я тут подумала, что я давно не готовила на камеру Меня что-то как-то просили, я как-то собиралась Ну, как обычно у меня, короче Я сегодня была в пятерке, точнее, была в Вайтберрис Я потом это обозрю, когда вода согреется Я ее помою голову, она высохнет И вот все ништяк, чтобы не травмировать всяких там этих хранимых на одно место Короче, суть такая, я зашла в пятерку Вообще не помню, на кой хрен Ну, как обычно, знаете, когда заходите в магазин Вам вроде ничего конкретно не надо И вы внезапно что-то покупаете Ну, я там много что-то, не особо много, но что-то купила И я очень люблю куриные бедра Точнее, эти голени, ну, то, что от колена идет Во-первых, почему их люблю? У них косточка, и на косточке мясо А в бедрах там как-то неудобно обгрызать Это когда у вас внезапно нет животного То это вообще неудобно Ну, и даже если есть животное Вот это мне очень нравится Но она сволочь такая, вечно дорогая А тут оно было по 149 с копейками за килограмм Ну, короче, мне где-то на 149 и вышло Тут чуть меньше килограмма Но при этом даже свежая 27 февраля, позавчера сделанная На сегодня 1 марта И до 7 марта оно живет Куриное царство Части тушек, цыплят, роллеры в голень С кожей охлажденной Я подумала, а не запечь ли мне курицу? Ну, у меня как бы есть подобный лоточек, но он замороженный А этот как бы свежий Его можно, думаю, если запекать, то лучше его сейчас пока И что, у меня как бы есть куриные кофетки тут на сковороде Ой, 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 ой Ну, сейчас я попробую показать, чтобы было видно Я тут с телефоном управляю Вот Тут 3 штучки осталось Я сегодня 2 схомячила Вчера вроде 3 схомячила И по идее их бы на обед схомячить Но у меня нет никакого обеда Мне надо суп варить То все, а на ужин можно сваять Запечь курочку Ну, и как бы козлетки, курочки не мешают Тут у нас, по-моему Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Семь, если не больше этих ножек Сейчас я, значит, короче, при тебе ее замариную А потом спустя часа три При тебе ее поставлю Пачечку Ну, я не знаю, как ты, зритель Я обычно ее омываю Мне надо глубокую порылочку Вообще, так конкретно долго курицу я первый раз буду мариновать, мне кажется Нет, есть глубокая салатница Я думаю, ничего, если меня местами будут срезать У меня есть чесночок, лучок, еще этот, карри какой-то там Сейчас я это пойду помою Вот зритель Семь штук тут внезапно Я вот думаю, может часть убрать Ну, я-то себя знаю Я могу ведь ей столько съесть за пару-то дней Вот эту хрень мы потом выкинем куда-нибудь Ну, в смысле, на переработку Ша я найду О, заодно тебе сейчас зритель обозрю, скажем, такую штуку крутую Я ее в инстуках скидывала Может быть, скидывала в телегу, хз Я ее все хочу обозреть, но у меня как-то все время руки не доходят Были какие-то покупки, я хотела вместе с ней обозреть, забыла Иди сюда, моя прерасть 87 рублей, кажется, это счастье стоило Ну, без специй, конечно В нужных вещах покупала Тут два разделителя Ну, и не всякое такое лежит Я тут на днях купила в Черном Коте Карри у меня еще где-то, карри Допотопный У меня тут есть специи для свинины Ну, я такой человек, я могу специями для рыбы, мяса со специй А специями для свинины могу и курицу, или специями для курицы, свинину Где-то у меня было до остатки карри Вот они Ну, я вообще планирую порезать лучок, чесночок И специями закидать Все это видно, да? Чеснок я тут купила сушеный Мне тупо было интересно, как он вся, ну, вообще, как его есть Но что-то я не прониклась с сушеным чесноком Вот есть розмарин, имбирь молотый, который меня спасал, когда я болела тут Вот это я не уверена, куркума это или шафран молотый Вот кто-то из них, наверное, вот это куркума, это шафран молотый Потому что как-то она более желтая Тут еще всякая такая хренатень есть О, отдельно специи пересыпаны Это, кстати, купедовские специи Которые для рыбы Но рыбу я редко делаю, поэтому они у меня долго так еще будут жить тут Долго и счастливо Сейчас я тут это как-то Захидать, короче Розмарин, наверное, можно тоже фигаснуть Вообще, зритель, это как бы экспериментальная Если ты вдруг стремаешься, ты можешь что-то не повторять Но если после этого ролика выйдет еще какой-нибудь ролик Особенно, допустим, какие-нибудь старые, там, когда-то смонтированные ролики То есть стопудово это будет, монтаж будет делать Лёля То есть я А значит, я выжила Так, розмарин мы оставим, карри мы оставим Остатки этой фигнины, свинины мы тоже оставим Это уберу пока Я вдруг поняла зритель, что у меня есть вчерашняя вареная картошка Ее можно подогреть и вместе с котлеткой схомячить Так И это, я думаю, запечь в фольге Я тут достала У меня в коробочке есть чесночок и лучок И тарелочку, потому что как-то я думаю, что надо, наверное Удобнее будет сюда обратно перекладывать Но уже, скажем так, это обсыпанная чем-нибудь У меня еще вода натекла с нее, как раз сейчас надо будет это вылить Еще я ее мыла, как бы А обсушить-то я ее не обсушила Ты зрителям о том можешь поделиться рецептом каким-нибудь комменты Как ты курицу ваяешь Чеснок или с нашего огорода, в смысле сада Или с огорода Именно с огорода родни в этом самом выдрах Еще какой-то тут, а какой-то каким-то меня угостили Тут мелкий даже какой-то Сейчас мы очистим чесночок Я думаю, его просто порезать Вообще мне очень нравится сочетание чеснока и курицы Вот когда варишь куриный бульон, добавишь туда, зритель, чесночка Очень вкусно будет Я мелкая когда была, ну еще и даже не совсем мелкая У меня у мамы была подруга, но как бы и до сих пор есть, мы общаемся с ней У нее была как бы это Есть как бы дочка, с которой мы тоже общаемся Периодически И у нее был папа И папа этот маминой подруги Делал очень вкусные маленькие голубцы И вот бульон голубцам был именно вот как Наверное все-таки куриный Ну сочетание такое Там был чесночок и бульончик Очень вкусно Было Я как-то это все пыталась повторить Одна же случайно, что-то так эксперимента ради Еще давно, может 15 назад Сварила куриный суп Федакнула туда этого чеснока Просто так И было очень вкусно, именно тот самый вкус С мясным бульоном каким-то там другим Не курицы там, ну допустим Свинины или еще что-то Не такой вкус Ну тоже вкусно, но не настолько Эти шкурки Все хорошо в чесноке, но иногда у нее так хрен его Как отсобачить эти шкурки Я там хоть в камеру-то втыкаю Так, может надо было еще какую-нибудь тарелочку Нет, сюда все равно на выкидку пойдет Куда в специи раскидать На самом деле, я тут думала запилить сначала мукбак С молоком и хлопьями с молоком Ну, с кукурудной палочками А потом подумала, что надо сначала курицу зафигачить Наверное, какой-нибудь шок действительно тарелочку дать Или вон, пиалочку Тут на самом деле довольно мало, я думаю Прямо СМР Для тех, кто его Не знаю, может Мурашки такие, понимаете Я думаю, у меня так энергизит Потому что где-то часов 12 Дерям было на Т Я тут все несколько дней Может даже недели-две Как немножко сонная муха Да, и карита тут как-то не очень много Зато я его сделаю Ну и розмарин опять от него На всякий путь Вообще, если в зеленый чай добавить лаванды, бархатцев и розмарина, будет очень вкусно Можно просто зеленый чай с бархатцами Зеленый чай с розмарином, либо зеленый чай с лавандой Либо лаванда и розмарин С зеленым чаем И желудку хорошо, и вам вкусно В крайнем случае я еще один пакетик таре достану Я думаю, это все видно, наверное, нам Я как-то это Забываю, что тут надо поглядывать В камеру А еще не забыть посолить, потому что, по-моему, эти специи без соли Вскрою-ка я пакетик таре Раньше я очень любила карри делать с рисом Варила рис, фигачила туда карри Потом грела этот рис иногда на сливочном масле А иногда прямо так вот с карри фигачила В смысле ела Вот у этого карри немножко другой цвет Более такой охристый Ну, видно тебе, да? Молоко можно убрать пока на окно Чтобы не загораживало нам смысл Так, я весь пакетик, получается, высыпала А тут-то хоть сколько грамм? Тут 25 килограмм А здесь 20 Ну ладно Много, не мало Сверху я потом еще чесночка кинул Надо лучка еще бы отсюда порезать Порезать Вот так сейчас 150 рублей И улетит И улетит Что-то, по-моему, рублей за 10 Я карри этот покупала Причем все остальные, я не помню уже Давно было А это не давно В общем, 150 рублей сейчас у нас улетит За несколько минут Потом можно будет пару дней лопать эти ножки Надо только, наверное, придумать что-нибудь К этим ножкам Типа там гарнир какой Вообще-то тут еще осталось Это карри Я что-то лоханулась Надо было пол пакетика, наверное, сыпануть Так и вот Наша еда Будущая Сейчас сначала лучка Фигакну Да, будет слишком мокрой Уже довольно вкусно пахнет Хотя оно еще сырое Напомню, тут карри И приправа для свинины Несмотря на то, что это курица Небольшая головка лука Несколько этих самых чеснока У меня такие мелкие Сейчас поищу какие-нибудь, может, покрупнее Кто с ними возится Задолбашься Ничего такого вроде еще зубчиков Дай не забыть посадить Одним в如此 И все, чтобы это Вообще курицу я что-то домой не делала У меня как-то все время была Или индейка Ну индейка почти курица Или Свининка Буквально вчера Свининка С тушеной капустой закончилась Ну я думаю хватит Интересно нам это надо все счастье посолить Кому-то больше соли достанется Кому-то меньше Так где-то у меня полотенечко было Вот зритель Вот так оно у нас сейчас будет стоять В холодильнике Сейчас только покрою крышечкой И где-то часа через три я уже снова на камеру его зафольгирую И отправлю Вот сюда Ну вот Она поближе будет стоять Более ее видно будет Я может спатьев как-то переставлю Так что зритель не прощаюсь Итак зритель Так получилось не по моей вине Я тут в квартиру не могла попасть Ну опустим подробности Получается так Что у меня сутки с лишним это все мариновалось Ну как бы я мясо как-то мариновала Аж трое суток запекла И было все ништяк Курица в каком-то плане тоже мясо Я без десяти четыре я поставила вчера А сейчас у нас Ну без пяти можно сказать Восемнадцать Короче сутки с хвостиком Четыре значит пять-шесть Сутки и два часа оно мариновалось И я сейчас При тебе запекать все это в фольгу И запегу А пока оно запекается Я думаю сварить себе курицу риса У меня там лежит красный рис И все ждет когда же я его уделаю Сейчас я отрежу Но думаю потом можно будет просто Может быть даже отрывать Я давно не запекала курицу В фольге Хорошая кстати фольга Я покупала тогда по моему две По цене одной В пятерке Мне очень нравится пятерковская Вот так он-то это В плане бытовом У нее вроде даже хорошие эти капсулы Не капсулы А таблетки для Посудомоечных машин Вот у кого есть Они Вот здесь вот не хватило На этой штучке немножко Сначала я думала поревать Я вообще фольгу на определенные кусочки У нее уже заворачивать Но так как я так давно хочу Уже запечу эту курицу У меня по разным причинам Сегодня не получается Причем по большей части Не по моей вине А при вине Иногда даже других людей Да и вообще я очень уже хочу есть То я решила делать Ну как делаю Интересно Укс Вот Не помню Раз Все вот Чтобы видно было Я тут делаю Тарелка-то загородила Все никак не вспомню Как я Ну вообще как бы удобно Так поставить камеру Чтобы было и видно Тебе, зритель И мне удобно сидеть было Можно, конечно, делать это Просто вот с руками одними Как вот бывают там эти рецепты На какое-нибудь блюдо Которое на минут 40 делать Как минимум А оно там за 3 минуты Так уложено Чтоб большую часть теряется Вот чисто для меня Я такие мастер-классы не понимаю Там много вопросов остается Блогер не всегда на них отвечает Не всегда адекватно на них отвечает Даже Как это все делается Так как в кукбете Когда-нибудь там бывают рецепты Еще от амбассадоров Особенно Если вот этот момент удивляет По ходу дела Она все туда влезет Я чуть боялась Что она не поместится Находит у меня Что с ней остальное делать Что так вот Подаписано вообще Про количество Составляющих Я вообще молчу Там часто такие рецепты Бывают в кукбете Но иногда так написано Что будто бы люди Вот пришли сюда И знают Этот рецепт Как свои пять пальцев Знают как его делать И Им не надо вообще ничего объяснять Смысл писать какие рецепты Запекать мы будем где-то минут 40 На 180 градусов Думаю нужно сюда Чесночка в одну Прям так вот положить Вот одна Ножка у нас С большим количеством чесночка Ну и тут тут Как еще Ну и тут Ножка конечно Полноценная Это голень Если ты вдруг забыл Зритель Так и нам Последнюю голень Надо сейчас Как-то тут Уместить Я сегодня узнала Что как минимум Двое моих зрителей Или девочки Не в курсе были Что кукурузные палочки Едят с молоком А я не в курсе была Что кто-то Может быть не в курсе Потому что мне Казалось Вообще Кажется Казалось До недавнего времени Что отпустилось Немножко Ну и как вкусно Не поверя Зритель Пахнет этим кари Этой приправой Мне казалось Что вы знаете В детстве Не знаю как у вас У нас вот Еще наверное До образования Этих кукурузных палочек Может они тогда Были не очень популярны Или их редко было Можно где найти Лет 6 допустим Лет 5 Года там Не знаю В 4 Во сколько это можно Вообще Едят дети Вот с детства Своего помню Когда мы ломали Печенье песочное Вот то что сейчас Юбилейное пачках Еще одно время Оно было тогда На развес иногда Вот юбилейное печенье Ломали Теплым молоком Заливали Или в теплое молоко В пиалочку кидали Это ломаное печенье И ложкой ели Вот примерно То же самое Что кукурузная палочка С молоком Мне всегда казалось Что кукурузная палочка Это в первую очередь Это ну Завтрак Ну полбник С молоком Но внезапно Не все так считают Вместе с помылом рук У нас на все Про все 6 минут ушло Вот Сейчас 2 минуты Восьмого У меня будет Поздний ужин К сожалению Или к счастью Уж не знаю как Я ставлю Обычно На третью Сторону Если у тебя Электрическая духовка Зритель То Ставь тогда Наверх и вниз Ну и плюс Конвекция Отсюда в принципе Видно ее Да Можно так Подвинуть Сейчас поближе Сюда И да Вот этот рис Красный рис Я как-то на развес Покупала В магазине Который называется Раньше назывался Миндаль Я сейчас так по умолчанию Называю Миндаль Сейчас я не помню Как он называется Ставим мы на 180 градусов На верх плюс вниз Плюс конвекция Если электрическая духовка Если не электрическая Я просто не пекла Никогда самолично В газовой Хотя у меня хорошая духовка Там можно в принципе печь Но у меня вроде Вообще гефест Но Так что у меня проблем С этим С газовыми духовками У меня есть электрическая Мне удобно с ней Поэтому если у вас газовая То ориентируйтесь Наверное на свою газовую Ну а так На 40 минут На 180 градусов У меня тут угленитель Даже у меня повернулось На 42 минуты Но я думаю Хуже не будет Но мы 42 минуты Ждать этого не будем Я думаю Как бы Рис много знают Многие знают Как варить рис Поэтому я включусь уже Когда оно Вот готово Ну что зритель Я тут сварила рис Вчера у нас с тобой Оставалось карри От курицы Я бахнула В этот рис Рис Как мне еще продавец Говорил Да у меня тут Немножко Темновасто Свет не настолько яркий Как хотелось бы Как говорил продавец Когда сваришь этот рис Он уже розовым не будет Вода была розовая Не знаю Что за розовый рис Или красный рис Но он у меня сейчас Карри окрасился И вот Я доставала Этими щипцами Ножку Там кстати Немножко вытекло Из фольги Из некоторой Вот Наш курица Обратно сейчас пойдет Я даже успела Немножко халвы намутить Пока у меня тут Все это делалось Посудку помыть успела Сейчас мы эту ножку Развернем И в кукпет запилить Краткий рецепт Этого приготовления У меня там черновик был Я еще года Полтора назад Собиралась Посмотреть Вот наша курочка И рисик С карри Ну а здесь Я уже вилочкой поковыряла Мягкое мясико С рисиком Так что зритель Если вдруг Ты заинтересовался То можешь тоже Своить такую курочку Всем спасибо Кто отстелил до конца И всем приятного аппетита Прощевайте Субтитры сделал DimaTorzok